На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, в студии Кристина Кочарова и в начале коротко о главном в этом выпуске. Большинство осложнены пневмонией. В Югре лабораторно подтверждено 12 новых случаев заболевания COVID-19. От клещевого энцефалита правительство региона частично отменило ограничения на вакцинацию. Территория возможностей и молодежь Нефтьюганска приглашают на обновленный городской форум. Выходить из ограничений еще рано. Заболевания COVID-19 в регионе по-прежнему развиваются. За последние сутки в Югре выявлено 12 новых случаев. Большинство из них уже осложнены пневмонией. Хантамансийские и Нижневартовские районы, Нягань, Мегион и Хантамансийск. 12 новых случаев зафиксированы в этих городах региона. Большинство из ранее выявленных очагов. Однако на этот раз из заболевших 4 человека старше 60 лет, а сразу у 8 югорчан выявлена пневмония. Ситуация по коронавирусной инфекции развивается, что диктует нам соблюдение мер профилактики в повседневной жизни, в быту. Нет залповой заболеваемости. Но сохранять все ограничения еще нужно. Выходить из режима ограничений еще рано. Несмотря на то, что 39 югорчан выздоровели, лечение остальных продолжается. В больницах сегодня находится 114 заболевших коронавирусной инфекцией. У восьми из них состояние тяжелое, трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Чуть более тысячи исследований выполнены за прошедшие сутки в лабораториях медицинских организаций. Здесь тоже стабильная, на улице сегодня надежная работа, которая позволяет как в течение двух, максимум трех дней получать результаты анализов от момента забора. Что касается оснащенности медицинских учреждений необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты для врачей, то в этом в регионе трудностей пока нет. Запасов по всем категориям хватит минимум на месячный срок. Помогают поддерживать наличие необходимых медикаментов и спонсоры. На единую горячую линию по COVID-19 в Югре только за последнюю неделю поступило 4,5 тысячи звонков. Чаще всего жители округа интересуют такие моменты, как цифровая система самоконтроля, оперативная информация по коронавирусу и транспортная доступность. На звонки югорчан отвечают специалисты, собранные со всех отраслей, департаментов и служб. Если вопрос достаточно узкий и оператор сразу не может на него ответить, то он обращается в профильные ведомства и затем перезванивает жителю. Горячая линия работает круглосуточно. Ее номер 8 800 301 68 88. Телефон аналогичной федеральной службы 8 800 2112. Напоминаем, что горячая линия работает и в нефтеюганской больнице. На нее по вопросам коронавирусной инфекции можно звонить с понедельника по пятницу 517 104. Нефтеюганцы активно включились в акцию по сбору средств на лекарства для Ульяны с диагнозом спинально-мышечная атрофея. Десантники, моржи, пограничники и спортсмены снимают ролики в поддержку полуторагодовалой девочки. Флешмоб видеороликов в поддержку Ульяны начал Союз десантников Нефтеюганска. Мы призываем вас поймать этот флешмоб и передать дальше для сбора денежных средств для Ульяны. Напомним, маленькой жительнице города поставлен диагноз спинально-мышечная атрофея. Спасительный укол зарубежного лекарства можно поставить только до двух лет, а Ульяне уже год и семь. Русский человек всегда отличался своим состраданием и своей взаимопомощью. Давайте поможем маленькому человеку прожить огромную и интересную жизнь. Морпехи, пограничники, также к акции по сбору средств присоединились спортсмены из клуба «Лидеры» и моржи нефтеюганска. По капле собрать средства и спасти Ульяну получится только всем вместе. Реквизиты для оказания помощи вы видите на экране. Моржи нефтеюганска подел... Департамент здравоохранения Югры разрешил ставить прививки от клещевого энцефалита. В марте в связи с пандемией коронавируса медучреждениям пришлось отказаться от всех профилактических мероприятий, включая вакцинацию. Правда, противоклещевую прививку смогут получить только те, у кого она является завершающей. Напомним, для формирования стойкого иммунитета их должно быть три. Подробности у Яны Новиковой. Первые две прививки нужно поставить с перерывом не более чем шесть месяцев, а еще через год последнюю, третью. Вот тогда вы полностью защищены от маленьких, но коварных паразитов на целых три года. Правительство округа сделало исключение для тех, кто должен завершить вакцинацию. Остальных пока в поликлинике не ждут. Противоэпидемические ограничения сохраняются. Согласно как распоряжению департамента, так и губернатора нашего, введены ограничительные мероприятия, которые распространяются на проведении всех профилактических мероприятий, в том числе и вакцинация. Поэтому вакцинация, первичная вакцинация на сегодняшний день у нас не проводится. Единственное, что мы можем сделать, это третья, завершающая аппликация. В прошлом году с укусами в больницу обратились 570 нефтеюганцев. Почти половина из них подцепили клеща на даче, многие в лесу. Есть укушенные и в черте города 44 человека. В последнее время все меньше тех, кто отправляется на природу, не подстраховавшись заранее в прививочном кабинете. По словам заведующей отделением профилактики, вакцинацию от энцефалита проходит 50% всего населения города. Конечно, сейчас сознательность граждан имеет место быть. Люди понимают, что все-таки лучше привиться от клещевого энцефалита, чем сидеть и переживать, был ли этот ксодовый клещ поражен или нет. Поэтому количество сейчас людей, которые желают, которые сами приходят к нам без особого приглашения, стало больше. В прошлом году после укуса клеща трое нефтеюганцев заболели энцефалитом. Все они были не привиты. А вот тем, кто позаботился об иммунитете, энцефалит не грозит. Если защиту в виде вакцинации вы не получили, то на даче и в лесу придется быть максимально осторожным. Себя осматривать в обязательном порядке. У нас сейчас большое количество репеллентов, которыми можно пользоваться, которые отпугивают как комаров, мушек, так и клещей. Очень к этому внимательно относиться. Коль мы не можем помочь сейчас с помощью вакцинации многому, большому количеству населения, то все-таки давайте будем защищать себя сами. Пользоваться, закрывать все открытые части тела. Это запястье, это шея, это голеностопы. Если предпринятые вами меры не помогли и вы обнаружили на себе клеща, нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В рабочие часы в поликлинику, в остальное время в приемный покой стационара. На сегодняшний день уже 4 нефтьюганца пострадало от укусов опасных кровососущих. Инна Новикова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». МВД России пояснил, как продлевать водительские права во время карантина, если срок их действия истек. А также будут ли привлекать к ответственности, если автолюбитель управляет машиной с просроченным удостоверением. Поскольку подобных вопросов от россиян сейчас поступает очень много. Как пояснили в МВД, устаревшее удостоверение заменить можно, записавшись предварительно на портале госуслуг. Конечно, у вас должны быть для продления прав необходимые документы, в том числе и медицинская справка. Однако получить ее в условиях противоэпидемических мер затруднительно, ведь медосмотры временно прекращены. К тому же выходить из дома без крайней необходимости нежелательно. Поэтому водительские удостоверения, срок которых истекает с 15 февраля по 15 июля 2020 года, во время карантина считаются действительными, а их владельцы не будут привлекаться к административной ответственности. Напомним, на этой неделе было снято ограничение на работу автошкол. Однако из-за эпид-обстановки экзамены будут приниматься по скорректированным графикам небольшими группами. Нефтьюганск – территория возможностей. Традиционный городской форум начинает свою работу. Напомним, уникальная молодежная площадка создана для креативных жителей, которые хотят усовершенствовать свои знания, а также развить социально значимые идеи. В этом году форум перешел в онлайн-формат. Опытные спикеры общаются со своими слушателями последствием прямых эфиров в социальных сетях. Подробнее в следующем сюжете. Больничная клоунада возможна в любом населенном пункте, независимо от количества жителей. Больничный клоун может выглядеть несуразно и очень по-разному и смешно. Алиса Загирова рассказывает участникам форума про больничную клоунаду. Барбариска – куратор уникального направления в регионе. В прямом эфире мини-лекция, сразу живое общение. Как попасть в команду, что для этого нужно, можно ли использовать идею для общения с особенными детьми в стенах образовательного учреждения. Активистов Нефтьюганска интересует все. И в школе, и на дом. Надо смотреть, сколько детей, какие заболевания. То есть это индивидуальный подход. Вы можете мне написать. Добровольчество, социальная активность, критическое мышление, общественные организации – все это направление традиционного городского форума «Нефтьюганск. Территория возможностей». В этом году он проходит в онлайн-режиме. Участники – активные жители от 16 до 30 лет. 20 апреля, вот совершенно недавно, уже идут онлайн-вещания с экспертами, онлайн-общения. И можно будет задавать какие-то вопросы, получать интересную информацию, прокачивать свои навыки, работать со своими проектными идеями и в дальнейшем подавать свои проекты на конкурсы. До старта форума несколько дней. Всех присоединившихся ждут дополнительные эфиры. Участники уже с большим вниманием слушают опытных спикеров. Собственно, получить новые знания, знакомства и идеи – вот главная цель форумчан. Я подала заявку на форум «Нефтьюганск. Территория возможностей», потому что там обсуждалась одна из насущных актуальных тем в наши дни – это добровольчество, что мне очень близко. У нас есть школьный проект, который мы хотим в дальнейшем реализовать. Я думаю, что навыки, полученные на данном форуме, помогут нам это сделать. От форума, естественно, я жду новых знаний и новых друзей, потому что, опять же, как я говорила, знания, любые они личными не бывают. Они могут пригодиться мне в будущем. А друзья – это друзья, и с ними всегда хорошо. Основные же мастер-классы стартуют 28 апреля. Всем желающим принять участие необходимо подать заявку на платформе АИС и заполнить анкету. Получать новые знания форумчане будут, как и сейчас, в онлайн-режиме. Кристина Кочарова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». И в конце выпуска наша рубрика «Окно в город». Для тех, кто в это непростое время остается дома и препятствует распространению вируса, мы сняли кадры сегодняшнего «Нефтеюганска». Берегите себя и своих близких. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23-77-47. Всего вам доброго, берегите себя и оставайтесь дома.